Здравствуйте, уважаемые слушатели! Рада вновь вас приветствовать. Меня зовут Лунгу Евгения Ивановна. Я преподаю математику в образовательном комплексе Кирилл и Мефодий. Тема сегодняшнего урока – ортогональные проекции, расстояние от точки до плоскости, от прямой до плоскости. Сегодня на уроке мы с вами познакомимся с ортогональными проекциями, а именно, что это такое и как построить ортогональную проекцию. И даже рассмотрим подробно некоторые случаи. И также посмотрим, как можно измерять расстояние между основными геометрическими объектами в пространстве. Опять-таки напомню, основными геометрическими объектами являются точка, прямая и плоскость. Так вот, сегодня мы посмотрим, как можно измерить расстояние между точкой и прямой в пространстве, точкой и плоскостью, прямой и плоскостью. Итак, начнем с определения. Ортогональная проекция точки М на плоскость называется точка М1, полученная в результате пересечения данной плоскости и прямой, проходящей через точку М перпендикулярно этой плоскости. Рассмотрим чертеж. Есть плоскость α, точка М, не принадлежащая этой плоскости, и опустим из точки М перпендикулярно плоскости α. Проведем перпендикулярную прямую. Получим точку М1. ММ1 пересекает плоскость α. Точка М1 у нас принадлежит и плоскости α, и данной прямой. М1 является проекцией точки М на плоскости α. Обращаю ваше внимание на запись. Результатом проекции является что? Точка М1. Вот мы и пишем М1 равно, и даем такую расшифровку. Что мы проектировали? Точку М. На что мы проектировали? На плоскость α. На что мы проектируем, мы указываем в виде индекса внизу. PR, соответственно, означает проекция. Мы с вами знаем, что любая геометрическая фигура – это есть множество точек. А как спроектировать точку на плоскость, мы тоже уже знаем. Дадим следующее определение. Ортогональная проекция геометрической фигуры на плоскость называется множество ортогональных проекций всех точек данной фигуры на эту плоскость. Рассмотрим пример. Дана фигура F. В данном случае я взяла произвольный многоугольник. И для того, чтобы ее спроектировать на плоскость α, мы берем из каждой вершины, опускаем перпендикуляры на эту плоскость. Соединив основание перпендикуляров, мы с вами получаем проекцию. И говорим, что F1 является проекцией фигуры F на плоскость α. Если вместо многоугольника у нас будет какая-то кривая линия, то мы с вами можем выбрать несколько точек на этой линии, столько, сколько нам будет достаточно, и также спроектировать их на плоскость. Рассмотрим с вами, что будет являться ортогональной проекцией отрезка на плоскость. Для этого рассмотрим три случая. Первый случай, когда отрезок АВ параллелен плоскости α. Рисунок. Опускаем из точки А и из точки В перпендикуляры на плоскость α, то есть строим проекцию отрезка АВ. Соединяем основание, получаем отрезок А1В1. То есть А1В1 является проекцией отрезка АВ на плоскость α. Легко можно доказать, что четырехугольник АВВ1А1 является прямоугольником. Делаем вывод. Что проекция отрезка АВ в этом случае будет конгруентна самому отрезку. Второй случай. Когда отрезок АВ не параллельен плоскости α и не пересекает ее. Является как бы наклонным по отношению к плоскости. Также строим проекцию этого отрезка. Получаем А1В1 отрезок, который является проекцией АВ на плоскость α. И в этом случае, так как АА1 и ВВ1 перпендикулярны плоскости α, а по одному из свойств прошлого урока мы знаем, что в этом случае прямые будут параллельны. Поэтому фигура АВВ1А1 является трапецией. В этом случае мы замечаем, что длина самого отрезка АВ будет больше, чем длина его проекции на плоскость. И третий случай. Когда отрезок АВ перпендикулярен плоскости α. Строим проекцию. И в этом случае мы видим, что наша проекция является всего лишь одной точкой. Точка А1 является проекцией отрезка АВ на плоскость α. Таким образом делаем вывод, что проекцией, ортогональной проекцией отрезка на плоскость является либо отрезок, либо точка. Итак, рассмотрим такие же случаи в отношении прямой. Первый случай, когда прямая А не перпендикулярна плоскости α. Выбираем любые две точки, опускаем перпендикуляры и получаем прямую. А почему выбрали только две точки? Дело в том, что две точки однозначно определяют положение прямой в пространстве. Поэтому ни много, ни мало, а две точки как раз-таки достаточно для того, чтобы мы построили с вами однозначно прямую. Итак, в нашем случае прямая В будет являться проекцией прямой А на плоскость α. То есть как результат проекции мы получили тоже прямую. Второй случай. Когда прямая А перпендикулярна плоскости α, в данном случае мы опять-таки получаем точку. То есть точка А является проекцией прямой А на плоскость α. Итак, ортогональной проекцией прямой на плоскость является либо прямая, либо точка. Сейчас, когда мы с вами уже рассмотрели ортогональные проекции, перейдем ко второй части нашего урока, а именно к определению расстояний. Определение. Расстоянием от точки до плоскости называется длина перпендикуляра, опущенного из этой точки на плоскость. Длина плоскость α и точка M, не принадлежащая ей. Для того, чтобы определить расстояние от точки M до плоскости, мы из точки опускаем перпендикуляр на плоскость α. М1 является проекцией точки M на плоскость α. И мы говорим, что расстояние от точки M до плоскости α есть длина отрезка М1М. Обращаю ваше внимание на запись. Расстояние между геометрическими объектами мы обозначаем буквой D. Иногда можно встретить и букву H. И в скобках обязательно указываем, между какими объектами мы измеряем расстояние. В данном случае это точка M и плоскость α. Расстояние между прямой и параллельной ей плоскостью называется расстояние от произвольной точки прямой до этой плоскости. Обращаю ваше внимание на то, что расстояние между прямой и плоскостью определяется только в том случае, если эти объекты параллельны, то есть прямая параллельна плоскостью. В других случаях определение не имеет смысла. Итак, как найти расстояние между прямой и параллельной ей плоскостью? Прямая А, плоскость α, они параллельны. Мы выбираем произвольным образом точку M на прямой А, опускаем из нее перпендикулярно плоскостью α. Опять-таки, точка M1 является проекцией точки M на плоскостью α. И длина этого перпендикуляра, то есть длина отрезка M1, будет являться расстоянием от прямой А до плоскости α. Рассмотрим еще одно определение расстояния между скрещивающимися прямыми. Расстояние между скрещивающимися прямыми называется расстояние между одной из скрещивающихся прямых и плоскостью, проходящей через другую прямую параллельно первой. Рассмотрим на рисунке. Есть две скрещивающиеся прямые. Мы с вами знаем, что через любую точку пространства можно провести прямую параллельную данной. А значит, выбирая произвольным образом точку на прямой B, мы с вами построим прямую параллельную прямой А. И таким образом у нас получились две пересекающиеся прямые, через которые мы также знаем, что можем провести плоскость, и при том эта плоскость будет единственная. Итак, у нас прямая B лежит в плоскости альфа, которую мы только что построили, и эта плоскость будет параллельно прямой А. Почему? По признаку параллельности прямой и плоскости. Напомню вам, если прямая параллельна какой-либо прямой на плоскости, то прямая и плоскость параллельны. Таким образом, опускаем опять перпендикуляр из точки на прямой. М1 является проекцией точки М на плоскость, и длина этого перпендикуляра, длина отрезка ММ1, и будет являться расстоянием между прямой А и плоскостью альфа. Обозначаем. D расстояние от А до В равно ММ1. Рассмотрим задачу. Прямая CD перпендикулярна плоскости остроугольного треугольника АВС. СК – его высота. Найдите расстояние от точки А до плоскости ДКС, если ДА равно корень из двух сантиметров, а мера угла ДАК равна 45 градусам. Построим чертеж. Ребята, хочу обратить ваше внимание на следующую вещь. Задача указана у строугольного треугольника АВС. К сожалению, часто вы такие слова игнорируете, но это очень важно. То, что треугольник остроугольный, означает, что основание высоты СК, точка К, попадает на отрезок АВ, то есть, так сказать, во внутреннюю область треугольника АВС. Мы сами знаем, что если треугольник тупоугольный, то высота может попадать на продолжение стороны. Здесь же у нас высота находится внутри треугольника, поэтому это важно. Если бы не было этого слова, нам пришлось бы рассмотреть два случая. Итак, так как у нас ДС перпендикулярна плоскости АВС, опять-таки, согласно определению, это означает, что ДС перпендикулярна любой прямой в плоскости, в том числе и прямой АВ. Мы получаем, что АВ перпендикулярна ДС. Кроме того, помним, что АВС является высотой, а значит, АВ перпендикулярна ЦК. И получаем, что прямая АВ перпендикулярна двум пересекающимся прямым на плоскости. Значит, она перпендикулярна и всей плоскости. То есть, АВ перпендикулярна ДКС, а значит, расстояние от точки А до плоскости ДКС – это и есть длина отрезка АК. Когда мы разобрались, где расстояние, как его можно легко найти? Из треугольника ДАК. Ну, вы можете использовать либо то, что треугольник ДАК является прямоугольным равнобедренным, напомню, там угол 45 градусов, либо в данном случае я использовала определение косинса острого угла. АК равно ДА умножить на косинус 45 градусов. И получаем ответ 1 сантиметр. Рассмотрим еще одну задачу. Расстояние точки М до каждой из вершин правильного треугольника АВС равно 4 сантиметрам. Найдите расстояние точки М до плоскости АВС, если АВ равно 6 сантиметрам. Выполняем чертеж. Треугольник АВС, он правильный, или, как мы еще говорим, равносторонний. И точка М равноудалена от вершин этого треугольника. То есть МА равно МВ, равно МС и равно 4 сантиметрам. Раз речь идет о расстоянии, нам нужно найти расстояние точки М до плоскости треугольника, то опускаем из точки М перпендикуляр на плоскость треугольника. Строим перпендикуляр МО. И как раз таки этот отрезок, длина той перпендикуляра, и будет тем самым расстоянием, которое нам нужно найти. То есть нам необходимо найти МО. С этой целью рассмотрим треугольники МОА, МОБ и МОЦ. Так как МО является перпендикуляром к плоскости, а значит МО перпендикулярно любой прямой на этой плоскости, то треугольники МОА, МОБ и МОЦ являются прямоугольными. Причем у них есть общий катет МО и МА, МБ, МЦ равны по условию, конгруентны. Таким образом, мы заключаем, что данные треугольники будут конгруентны по одному из признаков конгруентности прямоугольного треугольника. Раз треугольники конгруентны, у них конгруентны остальные стороны и углы. Нам нужны стороны ОА, ОБ и ОЦ. Они будут конгруентны. И таким образом у нас получается, что точка О равноудалена от всех вершин треугольника. Раз ОА равно ОБ и равно ОЦ, значит О есть не что иное, как центр описанной окружности. А значит ОА является радиусом описанной окружности. А формулу для вычисления радиуса описанной окружности около правильного треугольника мы с вами знаем. А корни из трех делить на три. Вычисляем этот радиус, длину отрезка ОА. Мы знаем с вами ОА, мы знаем с вами МА. И из треугольника МОА находим необходимую длину МО. Сегодня мы с вами познакомились с ортогональными проекциями. Рассмотрели, как их можно построить. Ортогональные проекции, точки, прямой, отрезка. И рассмотрели разного рода расстояния в пространстве. Расстояние от точки до плоскости и расстояние от прямой до плоскости. Наш сегодняшний урок подошел к концу. Я вам желаю всего доброго. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин